на месте хорошо а вообще общую эгрегор вообще не поймала все в панике не поймала конечно выбил у меня выбила надолго там говорю еще родственник вот добавился то что умирает как-то мне все это свалилась в один день сейчас да надюша я вот поняла тебя не на едет сейчас своем помад она провожала одноклассника как эмоции как прощание прошло с одноклассниками но он еще не верит что его заберут их сейчас повезли в тавму и там еще будет как бы ну как я не знаю что там будет но в общем там будет решаться кого забираю точно кого нет но настроен всех разные кто-то прям ну патриотично кто-то там пьяный валяется возле военкомата орет по-разному а чё орёт видимо отмазаться пытается и то что вот заявляли категории каких будут каких-нибудь забирать забирают всех подряд ты занимаешься здесь занимаясь и меня не отвлекая вот ну да а лена у тебя какие чувства ты понаблюдала всю эту картину что ты чувствуешь так же как и надя а я просто не слышала что надя говорила это подключилась но надя говорит что ее выбила вся эта тема хотя их не коснулась это сама мобилизация потому что патриот во первых очень такой до глубины души во вторых еще с четырнадцатого года у нас в россии есть национально-сосвободительное движение которое предупреждало о том что будет война с украиной еще очень давно вот и как бы сейчас в общем мне это не выбилось кали потому что это было все как бы предначертано и было ясно вот и сейчас происходит то что происходит и то что прошла мобилизация там идет просто воспитание народа просто все расслаблены в данный момент это что сейчас проходит мобилизация это первую очередь воспитывает на нас не нам аж просто не понимаете чем я говорю просто очень много людей не хотят там куда-то бегут тут и там вообще на самом деле все естественно говорю потому что я сама ну не иду на фронт хотя мне кажется если бы я была мужчина я бы пошла бы я вспоминаю цитаты мужчина защитит потому что если сейчас мы не отстоим свою независимость и суверенитет это для нас собернется не очень хорошей перспективой для наших детей и будущих поколений и поэтому нужно сейчас этот вопрос решать ну конечно нас первым делом сразу разрешат однополые браки и будут это пропагандировать активно и так далее политика лгбт это в первую очередь вырождение нации у меня сын смысле я взяла его телефон посмотреть случайно у них просто с пацанами была во дворе группа кто-то создал из друзей и кто-то туда влез в эту группу переименовал ее в лгбт я хорошо что только увидела сразу как только это произошло я тут же эту группу удалила его оттуда убрала и там всякая хрень написано вообще нормально да вот современной цивилизации она сейчас вот так выглядит вот так она выглядит и несмотря на то что у нас есть доступ знания до зашел в интернет и тут же попал в широкий выбор выбирать все что угодно люди у нас к сожалению выбирают не духовные до большинстве своем направлении не то как развиваться такие конечно же тоже есть но подавляющая часть людей на к сожалению эти какие вот каким-то наслаждение чувств и тогда я дочь не пребывай пожалуйста возьми источник давайте вот вот здесь и получается что открыли нам доступ будем так говорить судьба открыла нам доступ бесконечному источнику знаний раньше библиотеку надо было ходить что получить какое-то знание искать всю эту книжку сейчас исковой строке за запросы вел то что тебе и получил что люди превратились потребители стали запрашивать то что наслаждают их чувства то что формирует их комфорт они ходят на работу ради денег и чтобы эти деньги потратить на обустройство своего комфорта стали потребитель и должно быть как у меня есть миссия здесь родится с миссии со своей целью какой-то да я буду работать на той работе которая связана с реализацией это моя миссия а как бы там деньги пято-десято оно само собой естественным образом приходит должно прийти и там уже человек смотрит куда на эти деньги потратить на повышение квалификации на развитие на укрепление своей миссии на расширение понятные на отдых и так далее а это вот такая должна была схема материальная а получается люди идут на любую работу лишь бы были деньги деньги и деньги тратят не на свою миссию то есть вообще полностью ушли от своей миссии от цели рождения а когда люди живут без цели своего рождения без миссии то они просто потребляют 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 это как ну животная форма жизни а в животном мире постоянно происходят войны до обороны это потребность животного порядка и люди обороняются нападают друг друга бесконечно это вот животное сознание животное менталитет и пока вот цивилизация находится в таком состоянии все же помнят римскую империю и и что погубило разбрать просто они так себе все там обустроили какой был комфортный климат хороший все они там эти органы когда нет и они вот этим растениям они лишили себя права людьми так сказать называться и империя разрушилась это происходило всегда это закономерно люди перестают синить свою человеческую форму жизни люди перестают спрашивать себя кто я и зачем я сюда пришел перестают реализовывать свои свою потребность духовную в душе реализоваться здесь они реализуют свою потребность материальному к животным но зачем спрашивать когда небесам относиться к нам как людям если вы сами себе относится как животным просто потребитель потому что червяки восприжнение они тоже сильно не отличаются они потребляют 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 заводят опарышей обеспечивают их право удовольствием и они все потребляют 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 как бы пройдет какой-нибудь там слон или конь наступит на них всех размажет все вы они свою жизнь закончили а у нас вот цивилизация сейчас не сильно отличается от этих червяков принципиально да внешне понятно внешне это все красиво и далее украшено просто то же самое что червяков только украшено вот поэтому ценность мы утрачиваем свою жизнь и начинаются войны к сожалению или не к сожалению потому что мы же имели возможность жить по другому нам ее предоставили широкий год мы не пользуемся книжки не читать много букв так и говоря много букв читать даже посты иногда тяжело читать людям что много букв вот твоя речь меня натолкнула на вспоминание людей древних там воинов королей которые говорили что я мужчина я воин я хочу свою смерть встретить на поле драме вот то есть вот мужчина да и и сегодня я буквально думаю о том что есть имитация мужественности когда мужчин такие качки накачиваются с подзала ходят с бицухами а истинная мужественность проявляется вот в таких ситуациях когда происходит призыв в армию потому что идет война и конечно грустно видеть когда мужчины боятся здесь здесь я конечно понимаю что пробел был в воспитании потому что ну я уже говорила Лена Лена вы не смотрели эфиры поддерживающие четыре видео уже выпустила сегодня планирую вечером еще один поезд я там сказала что одна девушка она когда в колонну забирали мужчин на войну она комментировала снимала я по докладу участвовала сама первая ага сейчас у тебя там скачет связь вот и она комментирует Надя первых пострелов ага сейчас Надя спрошу тебя как там как это прошло что-то расскажу в общем кстати скажите звук с микрофоном отличается я сегодня его настроила тут кто как лучше звук с микрофоном какая-то разница есть есть да хорошо вот вот и она провожает значит их колонна уезжает ребят наших она на видео снимает и комментирует поехали наши зайчики и вот у меня так ухо зацепилось за вот эти зайчики я детей своих в машине спрашиваю дети а зайчики они какие и дети такие давай отвечать ну мать сын дочь отвечает они пушистые миленькие там беленькие синенькие привет 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 мишка мишка скажи мишка а зайцы они какие зайчики какие веселые и прыгучие и прыгучие прыгучие они сильные или слабые мишка а он уже убежал магазин ну я вот детей своих спросила зайца говорю сильные или слабые ума зайцы сильные или слабые слабые дети сказали слабые но все понимают что зайцы это по большому счету пища там для хищников да не слабые они мимишные такие ну слабые вот приходишь зоопарк и там везде стоят клетки с зайцами ну с кроликами они очень милые их очень жалко реально они вызывают жалость потому что у них ну не хочу говорить что их предназначение быть съеденными но практика такова что их ну по крайней мере в зоопарке им присваивают такое предназначение они служат кормом для хищников для львов там леопардов ну и там куча этих клеток с кроликами они быстро размножаются и их скармливают и мы очень часто говорим вещи сами не осознавая значение этих вещей но я как человек который изучает NLP очень увлеченно мне очень это нравится нейролингвистическое программирование слова и звуки они действительно сильно программируют мы неосознанно произносим слова и эти слова человека или убивают или наоборот его лечат и вот когда мы мальчиков называем зайчиками всю жизнь они уже мужики а мы все видим у них зайчиков и когда это делают мамы когда это делают авторитетные да женщины называют мужчин зайчиками да Лена мальчиков сказал зайчики трусливые вот да у меня сын тоже сказал что зайчики трусливые и вот когда мы своих мужчин провожая на фронт называем зайчиками это идет нейролингвистическое программирование зайчики не воюют не сражаются зайчики это не воины и женщины перестали видеть в своих мужчинах воинов мы перестали видеть в мужчинах вообще вся современная женщина она как выглядит успешно да она выглядит такая бизнес-вумен у нее там красный какой-нибудь кабриолет или просто машина она все сама за рулем сама за рулем ежет и она такая инициативная она лидер она хоин можно сказать ей нужен такой послушный муж который будет там сюсю мусю там супер нежная там дорогая и так далее вот зайчик такой ей нужен а потом происходит мобилизация эти зайчики едут на фронт и ты смотришь на эту картину и думаешь ой господи мама дорогая а что вообще происходит-то ну и за будущее не уверен ни страны ни этих зайчиков не за свое тут если женщины у нас такие то может быть женщинам тогда лучше идти воевать ну я не знаю но как бы мужчины зайчики рожать пока еще не научились значит что-то мы делаем не так значит пришло время задуматься да о чем задуматься о том как воспитывать мужчин мальчиков сыновей своих задуматься о том как себя воспитывать потому что воспитать хочешь кого-то начни с себя воспитаешь себя женщиной вырастет твой сын мужчины будешь воспитывать себя заменителем мужика а вот эта фраза вот я думаю многие услышали кто-нибудь вам говорил девочки что надо подумать о будущем а если муж тебя бросит ты останешься одна куда ты тогда пойдешь что ты будешь делать это не религинистическое программирование тебе смотрите тут три звена точка вот где я сейчас допустим я в счастливом браке они потом ставят следующий шаг тебя бросают они не спрашивают как бы а какие предпосылки а могут тебя бросить не могут а что ты делаешь чтобы не бросили работы в этом нет факт ставится тебя бросили что ты будешь делать это прям программирование по знакам минус и ты начинаешь представлять образы ты во-первых впадаешь состояние паники и страха действительно если меня брошут я же ничего себе не представляю от мужа я завишу там работать не могу и так далее у меня там дети пятое десятое и вот это чувство страха девчонок наших молодых школьниц после школы это чувство эта программа отправляет их девочки на аборты отправляет их в универы в карьеру которая не одним абортом заканчивается почему мать должна родить для женщины это естественно но вот этот страх настолько сильный что он отправляет женщину делать эти вещи потому что она боится я еще универ не закончила я еще там денег все миллионы не заработала я квартиру не купила а я вот сейчас сражу и я буду беспомощна она представляет себя с ребенком на улице зимой без шубы как бы все они умирают этот образ ее полностью разрушает ее жизнь полностью просто из-за вот этого вопроса которые говорят мамы папы дяди тети дедушки бабушки а что будет когда он тебя бросит и ты останешься одна и иди в универ иди делай карьеру сначала квартиру женщине купить это страшные вещи это и есть нлп вот со знаком минус нейро лингвистическое программирование которым нам проживают головы с детства наши родители желая нам добра то есть они да они как бы мотив имеют чистый и намерение у них ценное но способ компетенция квалификация недостаточно для того чтобы воспитывать счастливую здоровую личность и поэтому мы в школе семейных ценностей занимаемся разработкой программ которые будут помогать нам воспитывать наших детей и начинать всегда мы будем с себя потому что когда у нас в голове беспорядок сложно навести порядок в чужой голове у себя сначала нужно дома или в комнате убраться и потом уже расширяться двигаться дальше сейчас свою реализацию необходимо получить вот поэтому мы здесь до женщины оставаясь здесь мы должны учиться быть женщинами даже если мы в каких-то сложных условиях женщины они не слабые они внешне слабые но внутренние женщины очень сильные нам нужно этому учиться исходя из этого я планирую ну наверное в зиме уже ближе создавать или марафон или какие-то программы по раскрытию женственности и приглашаю всех вас да участвовать в этих в этом марафоне будем учиться быть женщины в неженских условиях да и все равно всегда оставаться женщины и понимать свою истинную женскую природу и руководство и ориентиру то есть все я это дам чтобы мы всегда понимали поступила бы настоящая женщина и что такое настоящая жизнь женщина и какая я индивидуально буду настоящей женщиной потому что мы не шаблонами интеллектом да мерим вот вот эти возможности это свое пространство вот ну и конечно настраивать мужчину надо что мы в тебя верим и так далее поддерживать его и не терять чувство собственного достоинства потому что могут быть какие-то разные истории мужчин могут быть разные реакции там кто-то может во все тяжкие пытаться опуститься да как бы чувствуя что ну с ним может пройти все что угодно вот тут тоже мужчину нужно остановить напомнить ему что он воин что он не слабый зайчик он мужчина этот механизм мужской он в сердце каждого человека и еще такой момент который я поняла хотела бы с вами поделиться это то что человек который идет на пути осознания своей миссии своей цели у нас же сейчас начался золотой век да и он раскручивается раскручивается и люди которые осознают свою цель свою миссию хотят реализовывать ее в обществе помогать людям таких людей сам господь бережет они останутся чтобы создавать новое общество там на руинах да грубо говоря и какими будут какими будем мы в этом обществе какими будут наши дети наши мужья зависит в данную секунду от нас что мы говорим нейролингвистическое взаимодействие с другими людьми какие программы мы друг другу в голову засовываем какие зерна да потом там прорастут какие зерна мы садим очень важно сейчас каждое свое слово обдумывать взвешивать да говорить только то что принесет пользу и другому человеку и мне и изучать осознавать свою миссию во всей этой истории все мы в этот период родились не случайно все мы родились со своим со своим миссиям это непростой приход если там пару поколений назад люди рождали чтобы поднять там советский союз да восстановить его было много социальных проектов да это поддерживалось государством как бы это было сейчас люди просто вот потребитель потребители и они конечно ну золотой век не построят такие люди помните да кто курс проходил а тут все кто курс проходил первое видео где я говорю вот первые три у меня есть бесплатное видео точнее не первое второе первое приветствие во втором видео я рисую треугольник где показывают что 98 процентов населения живут как животные они неосознаны абсолютно они живут по тем системам которые им дают люди верхнего стоя которых там 3-4 % всегоечь 98 там плюс-минус это 1-2 процента, 98 процентов людей живут на уровне неосознанном, по системам тех людей, которые выше слона, таких людей мало, но они создают систему, по которым живут все остальные, а сами они вдохновляются идеями и смыслами, вершина треугольника, 1 процента людей, даже менее 1 процента людей, истинных интеллектуалов, настоящие идейные люди, которые дают идеи, какие-то вдохновения, и следующий слой вдохновляются этими идеями и смыслами, создают систему, а остальные 98 процентов людей живут по этим системам, так вот большая часть населения, которое пропадет на войнах и так далее, это люди, которые неосознанно живут, потому что в золотом веке люди нужны, творческие, те, кто создают систему, но самое главное, даже если вы сейчас находитесь на том уровне, что вы еще пока ни для кого систему не создаете, вы создаете систему для себя, она просто должна быть осознанной, то есть жить не под тем догмам и программам, которые родственники нам дали, а самим их создать, свои программы собственные. Я в этом очень активно помогаю. У меня есть два видео, и они доступны вам, вот, по крайней мере, вам, участникам, да, там записи могут смотреть другие люди, которые еще не были ни на курсе у меня, ни на марафонах, еще нигде не были. Эти видео в группе есть «Школа семейных ценностей» во Вконтакте, эти два видео есть, должны быть здесь, можно в любом случае мне в личку написать. Значит, там «Техника работы с тенью» – это те части себя, отвергнутые нами, отвергнутые, потому что они не вписываются в общество потребителей. То есть в обществе потребителей эти качества наши, они не нужны. Они нужны, когда ты создатель, когда ты создаешь свою систему, вот тогда нужно проявить эти свои качества. А когда ты растешь в системе потребителей, эти качества не нужны, мы их убираем в заплечный мешочек, и это становится нашей тенью, которая везде нас преследует. Мы раздражительные, неудовлетворенные, несчастные за нее, мы пытаемся все больше и больше откреститься от этой тени, потому что мы хотим в обществе потребителей быть такими, типа «Я не хуже других, что, белая ворона, что ли?» И вот эта ловушка – это капкан. И чтобы этот капкан разжать и вылезти из него, нужно эту тень свою достать, увидеть ее силу, мощь, что это часть тебя, прими, блин, самого себя, саму себя, прими, вот, в этом видео можно проработать. Вот Лена, кстати, проработала самостоятельно это видео, Лен, сейчас спрошу тебя, как это было, да, и потом записалась ко мне на консультацию, и мы эту тень с ней еще доработали, да, я там помогла уже при личном взаимодействии, это еще глубже происходит. Лен, скажи, как вот было, когда ты посмотрела вот эту работу с тенью самостоятельно, без меня, как вот ощущения какие были, какой эффект был, что ты узнала нового? Лена, наверное, не с нами, она за рулем ехала, и там где-то связь может прерывать. Лена, в общем, как получится на связь выйти, скажешь, мне интересно очень, что бы ты сказала. Вот, Надя, ты тень проходила, Надя тоже проходила тень, сначала самостоятельно, потом тоже мы вместе немножко доработали. Но у нас с Надей вообще личная работа идет, у нас кроме этой техники много еще других техник, потому что мало, да, и свою тень изучить, нет, это не мало, это очень много, это классно, но для того, чтобы фундаментально, да, понять себя, принять себя, узнать себя, в конце концов, еще есть много разных инструментов, например, астрологическая натальная карта, это вообще паспорт рождения, ты ее открываешь, да, только джиотишь, потому что западная, ну, это более материально ориентированная, да, система астрологическая, она дает результат, с помощью которого ты еще лучше можешь вписаться вот в эту систему потребительскую. А нам нужно открыть самих себя такими, какими есть, для чего мы родились. Вот это, понимаете, ты этот паспорт рождения открываешь, джиотишь, да, восточная астрология, и смотришь, у тебя вот эта сильная сторона, вот эта, вот эта, вот твоя духовная задача, вот это то, что ты делал в прошлой жизни, ты сейчас как бы на это не налегай, это уже как бы ты прошел, прокачался в этом, можешь так использовать как способность, но не налегай сюда, не копай, ты уже это отработал, все, вот твоя задача на это рождение, вот твоя социальная задача, вот твоя духовная задача, то есть там очень много можно что увидеть, и это все будет про вас, Это не то, что кто-то тебе программу пишет, тебе навязывает и так далее. Это твой паспорт рождения. Он отражает твое состояние, твое желание на момент рождения в этом воплощении. То есть это твое, не чье-то чужое, но очень индивидуально. Там ничего общего и шаблонов нет. Это только твое. Просто со временем мы растем. И вот с таких вот девчонок и мальчишек маленьких мы вырастаем взрослых людей. И мы забываем полностью уже, зачем мы родились, зачем мы пришли. И мы начинаем жить по новым стандартам, которые нас задают. Реклама, общество, культура этого общества. Умница. Культура этого общества, реклама, родители, род наш. Какие-то программы, которые уже деструктивные, они нас разрушают. Например, все там разводились в моем роду, и я развожусь просто уже на автомате, потому что этот вкус передается из поколения в поколение. Вот. И ты смотришь свою ассоциологическую карту, вспоминаешь, зачем ты тут родился. Понимаешь это. Чувствуешь, да, да, это отыгрывается. Потому что очень важно, чтобы ты чувствовал в сердце, что да, это так. Потом у нас работа на метафорических картах. То есть очень много инструментов, которые могут реально нам помочь прийти к себе, осознать себя, кто я здесь, да, какую систему для себя должен создать, чтобы быть счастливым и спастись, да, сам, и спасти других. Сначала себя надо спасти. От чего спасать? От иллюзий, в которой сейчас все оказались. Все привязаны к этому комфорту. Все привязаны к этому комфорту. И сейчас ситуация такая, что комфорт уходит. Ты понимаешь, что ты целью своей жизни сделал комфорт. А он не вечный, он иллюзорный. Комфорт уходит. Он приходит и уходит. А что же тогда остаётся? Остаёшься ты. А кто ты? А кто я? Да, нужно себя спросить. Сейчас все должны спросить себя, кто я такой на самом деле? Я человек. Я мужчина. Я женщина. Я душа. Хорошо, а ты зачем, душа, ты зачем здесь воплотилась? С какой целью? Попить, поесть, поспать, посовокупляться, пообороняться. Так это не то тело выбрало тогда. Это тело животного. Практически любое животное прекрасно справляется с тем, чтобы поесть, поспать, посовокупляться, пообороняться. Кроме зайчиков. Зайчиков это плохо получается весьма. Друзья мои, видите, какая подмена? Покажи мне кисточку, что скажите. Сейчас тебе другую кисточку. Подмена происходит, мои хорошие. Ценности. То есть мы должны быть орлами, тиграми, львами, кем угодно, но только не зайчиками. Вот. А мы думаем, что мы зайчики, потому что они комфортные. Почему зайчикам не классно? Потому что они комфортные, они мягкие. Потому что они не будут с тобой даже, даже обороняться не будут. Кто-нибудь капустки им дал, все, зайчик, спокойно. Покашечки убираешь вовремя, и все. У меня жили зайчики, кролики. Вот. Я их очень люблю. Но они реально комфортные, классные. Ну, мы живем не для того, чтобы комфортом себя окружать. Мы на этой станции просто вот вышли немножечко побыть. Наш поезд потом уедет. Мы просто должны сделать свою миссию, задачу, с которой пришли. Вспомнить ее. Я помогаю вспоминать. У меня много инструментов, как я уже сказала. У меня есть доступ и видео. Есть платные, есть бесплатные. Вот второе видео бесплатное. Про первое, про те, там 4 часа работы интенсив, я сказала. И второе видео уже бесплатное. Оно, там, значит, идет инструкция пошагово по пирамиде динства, проработка. Задаешь себе вопрос, поднимаешься по пирамиде вверх. Потом задаешь те же вопросы, спускаешься вниз. И результаты на подъеме будут одни, а на спуске будут уже другие. После этой работы вы выйдете уже немножко с новыми мозгами. Вы, а может, даже и полностью с новыми, смотря на каком вы сейчас уровне находитесь. У вас произойдет переворот мировоззрения. Вы поймете то, что вы не понимали, не осознавали раньше. Это очень мощная пирамида. Эта пирамида прославилась на весь мир среди всех психологов. Эта пирамида динства, она очень мощная. И вот эту работу обязательно проделайте. У меня есть статья. Если не нашли, напишите. Она находится во Вконтакте в Школе Семейных Ценностей. У меня во Вконтакте на странице в нашей Школе Семейных Ценностей, на канале, в Телеграме она тоже есть. Там просто, ну, поискать чуть-чуть надо. Надо, наверное, закрепить. Закреп я ее сделаю просто. И можно будет ее вообще без проблем найти. Сейчас постерму, что я ее даже закрепила. Нет, не закрепила. И эту пирамиду прям сделайте обязательно. Пирамиду пройдите тень. И потом, когда вы уже будете на подъеме, если вы почувствуете, что вам нужна моя помощь, пишите. И мы можем поработать в личной работе. Если вы хотите самостоятельно, подключитесь просто к каналу. И вы, значит, сможете, просто следя за моими бесплатными эфирами, взлететь по вот этому эскаватору вверх, потому что эскаватор, да, золотого века, он движется. Про золотой век все, наверное, слышали? Надь, ты слышала про золотой век? Меня тебя отвлекают? Я пока... Пирамиду открыла. Да, Надежда, я тебя слышу, только ты как-то далеко очень. Плохо тебя слышно, Надежда? Ну, ладно, хорошо. Значит, сейчас я вот закрепляю прямо вот в моменте. Закрепили пила. Все, я закрепила пирамиду Дилса в телеграм-канале. Можно ее открыть, она бесплатная, смотреть. Не просто смотреть, нужно обязательно взять ручку, нужно взять блокнот, листик, тетрадку, все что угодно, да, что вам больше называется, и выполнить это упражнение. Оно очень мощное, оно очень важно, как раз про познание себя. И не важно, кто вы. Женщина, которая остается здесь, мужчина, который едет там по мобиливации на фронт, мужчина, который не хочет, никуда ехать или не хочет, не важно. Ваша задача сейчас спросить себя, кто я, потребитель или что-то создать-то, пришел сюда, в этот мир. Как только все, мы будем создавать этот мир, прилагать свои усилия для улучшения этого мира, начинать надо всегда с себя, с маленьких пространств, начинайте с малого всегда, потом расширяйтесь, а не так, чтобы пошли к другим искать, где у них недостатки, когда узнать, чем новенький. Вот. И таким образом мы будем нужны этому миру, и нас будет сам Господь оберегать. И куда бы мы ни попали, мы вокруг себя должны создавать определенное позитивное пространство, поддерживать друг друга, словом, делом, взглядом, сердцем, молитвой, медитацией, кого что. Но я не знаю, каким именно способом вы будете поддерживать себя и людей вокруг вас. Но я абсолютно точно знаю, что ваше подсознание имеет бесконечное количество вариантов, методов и средств, как это реализовать. Просто те страхи, и та программа потребительства, которая стоит у вас в голове, абсолютно блокирует работу подсознания. Подсознание – это всегда творчество. Это всегда из одной критической ситуации минимум три выхода, минимум – это то, с чего начинается. А дальше пошло-поехало, и стопа можно всего делать. Вообще вот это безнадёга – это иллюзия, ловушка ума. Это нужно чётко понять, что на самом деле проблемы все в уме и уме в голове. По факту проблем никаких нет. Это иллюзия, что война – это проблема, мобилизация, проблема, дети там шумят, проблема, муж изменяет, это иллюзия, проблем никаких нет. Есть ваше уровне развития, и он сейчас такой, что вокруг вас какие-то такие передряги, которые вообще, они должны вас на позитивную волну переводить и креативную, чтобы, о, интересно, какой вызов, какая сложность, как ее решить. И только чей подсознание три минимума варианта воздало, а то и пять, десять, двенадцать, и больше. Вы выбрали тот, который вам, в котором вы индивидуально можете круто проявиться. Это вот ваш стиль. Вы выбрали, и вы решили проблему в вашем стиле. Но так как мы шаблонами мысли, программами, установками, мы делаем неправильные выводы, мы вообще перестаем общаться друг с другом, мы ни о чем друг друга не спрашиваем, мы додумываем всегда друг за друга, и мы выводы делаем. А он со мной не поздоровался, наверное, я его обидел. Или, наверное, он обиделся. Или я плохо выгляжу. Или, наверное, он просто козел. Или еще что-то. То есть, ну, какие-то выводы. Подойти, спросить, слушай, ты что мне не заметил там? Здоровую с тобой. И сразу будет ясно. Убился человек или нет? Ну, нам гордость не позволяет пойти спросить. Потому что вдруг он обиделся, и второй раз они поздороваются, почувствуешь такое жесткое унижение, эго, да, он такой будет зажато. И, ну, как бы, что может быть дороже, чем мое эго? Есть истинное эго, есть ложное эго. Истинное эго невозможно ничем придавить, задавить и вызвать какие-то неприятные ощущения. Истинное эго, но всегда в экстазе, понимаете? А вот ложное эго, вот ему постоянно больно, и оно нам причиняет боль. Вся боль идет от ложного эго. Понимаете? Перевел бабушку через дорогу. И эго думает, я великий герой, я бабушке помог. И тут он подходит и говорит, да я уже десять таких бабушек перевел, а что ты там один раз вообще не серьезный? Ну, как-то обесценили твой вклад, обесценили. И становится тут же очень больно. Как так можно вообще сказать? Да, я же так, такой святой, я же так помогал. а истинное эго как реагирует? Какой ты молодец, ты десять перевел, классно вообще, я только одну пока, ну, это же тоже хорошо, я все равно правильно сделаю, я еще буду переводить. Будет возможность, переведу, не будет, не будет. То есть, просто, относиться нужно ко всему просто, да. Истинное эго, оно относится ко всему просто. А ложное эго, оно все усложняет. И когда вот кто-то к вам подходит и говорит, прости меня, не думайте, что человек перед вами там унижается, да, или вы перед кем-то унижаетесь, когда просите прощения. Прости меня, это рекомендация. Ты подходишь, говоришь человеку, прости меня, пожалуйста. Ты рекомендуешь, пожалуйста, отнесись к этой ситуации проще. Прости, значит, просто, прости, просто. Оно пишется, прости, просто один и тот же корень. Ты, по сути, подходишь и говоришь, будь проще, друг. Ну, что ты все усложняешь своим эго, да? А тот, у кого эго и так раздут, а он как отреагирует, он подумает, ой, я такой великий, передо мной изменяется. Да тебе рекомендации только что, совет дали, ты даже не понял. Вот эта вот важность, да, от эго, которая идет, она с человека делает дурака. Он дурак не понимает, что ему только что посоветовали быть проще. К нему подошли, сказали, ты несовершенно видишь ситуацию. Ты несовершенен, мой друг. Ты все так усложнил. Пожалуйста, прости меня, будь проще. Смотри на меня, вот по-простому, я тебе желаю добра, ты вот тоже хороший человек. Ну, что нам делить? Тебе подошли с мудрым советом, а ты думаешь, передо мной изменились? Тебе не проще. Что ты сказал? Я недостаточно разумен для того, чтобы по достоинству оценить ваше, несомненно, великолепное предложение. Господь меня мозгами обделил, видать. Господь, он никого не обделял. Ну, то есть, он эту рекомендацию не смог принять, да, должным образом. И ходит, и носит свою обиду с собой. Потому что повода, чтобы ценить себя, у него больше нет. По крайней мере, он их не видит. Они есть в каждом человеке. И таких людей мне жалко. По-настоящему жалко. Потому что они живут в невежестве. Все проблемы от невежества. Войну мы боимся от невежества. Мы не понимаем, что война это тоже... В темноте ничего не видно. В темноте страшно. Света нет. И холодно. Потому что свет, это всегда и ясность, и тепло. Свет знания дает нам тепло и ясность. Если мы себя отрезали от источника знания, мы живем во тьме невежества. Нам холодно и страшно. Мы ничего не видим. Вот смотрите, война идет, да. На этой земле постоянно кто-то умирает. Мы то комара хлопнем, убьем, то мясо, да, поедим. как бы... Это же тоже кто-то умереть должен. Ну, что уж говорить. Траву срезаешь, тоже не так, конечно, болезненно. Тоже сорвал капусту, все живое существо в виде растения погибло. Стала частью тебя. То есть так или... Что? Зелень. Зелень? Да. Зелень. У тебя рука грязная. Вот. Вот черная, смотри. Иди сюда. Быстрее, дочь, мы шефиры. Вот. Рюка, да? Переверни. Вот. Вот. То есть мы сталкиваемся со смертью каждый день. На планете Земля постоянно кто-то умирает. Иногда вот, ну, падают самолеты, постоянно происходит аварии, ДТП. Все это тот переход, тот экзамен, через который всех проходит. И это страшно. Но это не значит, что нужно закрывать глаза и бегать от этого знания о смерти и бояться что-либо там услышать. Вот это и есть бред и абсурд. Потому что зная, что ты родился, зная, что ты умрешь, нужно к этому финалу своей жизни готовиться уже с, ну, не с самого рождения, но с осознанного какого-то возраста. я в детстве вообще у меня такое было, я когда видела похороны до покойника несут в гробу, я ему завидовала, я думала, вот он счастливчик, он узнает, что сейчас там дальше будет. Какое-то время считала, я помнила эти свои мысли с детства всегда, я считала, что я, ну, что-то у меня не то было с головой, почему-то думала, странно, какой-то лупый детский в ЗИГ. А сейчас я понимаю, что это вообще трансцендентный уровень, дети, они ближе всего к Богу, потому что они недавно только как бы оттуда пришли, ствол мир, недавно родились, они еще чистые, они еще не успели загрязниться, да, они еще не успели увидеть столько рекламы, да, стать потребителями и так далее, они еще помнят свою миссию хотя бы немножечко, и, видимо, моя миссия связана с переходами, со смертью, по крайней мере, сейчас вам сижу и об этом рассказываю, потому что, ну, наверное, с этим моя миссия тоже связана, да, кроме вот школы семейных ценностей, также я говорю о смерти как о естественном понятии, таком же, как рождении, если есть рождение, есть смерть, все это знают, но все бегут от второй части, типа, с днем рождения, мы друг друга поздравляем, это правильно, но рождение всегда, факт рождения определяет факт смерти, если ты родился, ты обязательно умрешь, это касается всем, у каждого свой срок, свое время, но это абсолютно естественная часть жизни, то есть это абсолют, понимаете, вот этот факт, он абсолютный, что мы все эти дела оставим, и надо жить так, чтобы не бояться смерти, не бегать от нее и от разговоров о ней, потому что эта вещь вызывает панику, страх, почему, потому что чувствуешь, что живешь неправильно, и когда к тебе придет эта смерть, во-первых, тебе придется попрощаться со своими привязанностями, с комфортом, а это больно, то есть здесь психоэмоциональная привязка, и второй момент, страшно, потому что живешь как-то не так, и можешь следующее рождение, ну, то есть после того, когда кончишь эту жизнь, следующий этап будет хуже, чем сейчас, а для того, чтобы он стал лучше, чем сейчас, надо жить по-другому, а это надо напрягаться и до свидания, комфорт, но это тоже иллюзия, комфорт, это такое понятие, которое должно быть всегда с тобой, вне зависимости от внешних обстоятельств, то есть если внешнего комфорта нет, он всегда внутри тебя, с тобой твой комфорт, он начинается с души, с сердца, с тела, и так далее, то есть ты когда личность полноценная, ты правильно живешь, да, не по программам, чьим-то, а по своим созданным для себя программам, системам, которые ты взвесился, отрегулировал, взял ответственность, распланировал, ты по этим программам живешь, ты чувствуешь опору, чувствуешь основу своей жизни в самом себе, черпаешь, да, счастье внутри себя, ты связан с Богом, ты связан с чем-то высшим, это нормальная абсолютно для нас история вообще должна быть, Бог все для этого сделал, у нас все для этого есть, интеллект, и сердце доброе, и любовь, и душу, там доброта, эти качества, все это присуще нам, но мы ради там комфорта все это размениваем на баблище, и так далее, извиняюсь за выражение, ну, то есть у нас есть все, чтобы быть с ним, но мы от счастья отказываемся в пользу комфорта, потому что для счастья надо потрудиться, но и для комфорта, блин, елки зеленые, тоже ж надо потрудиться, просто для комфорта не нужно думать, есть люди, которые создали систему, родился, пошел в садик, с сада вышел, пошел в школу, со школы вышел, пошел в университет, это же все финансируется, то есть кто-то на это деньги поднимает на системе образования, на детских садах, на школах, на университетах, да, сколько там рабочих мест, сколько там, ну, денег крутится, государство что-то все финансирует, там и питание, и все-все-все, тебя там уже программируют, как питаться ты должен, создают вкусовые пристрастия, привязки, микробиому, микрофлору, я как нутрициолог, это тоже моя боль, создают тебе, блин, просто трешковую, да, ужасную микрофлору создают, питание в детских садах, вот, на этом ужасном масле, там, ладно, не будем погружаться, это отдельная тема, то есть тебя формируют от и до, твое там физическое, психоэмоциональное, прогресс, всю твою начинку шпигуют в саду, в школе, в универе, и ты готовый, такой роботизированный уже практически выходишь, и получаешь работу, да, у тебя специально все есть, ты идешь на работу, для чего? Чтобы заработать деньги, на что? Все прописано уже, на семью, на детей, на ЖКХ, там, на купить машину, что в тренде следишь за рекламой, никогда не забудешь, что дальше по плану, тебе не позволит с экрана рекламу, у меня стих получился, прекрасно, смотрите, реклама всегда нам напомнит, что нам надо делать дальше, понимаете, мы отдали свое право планировать рекламщикам, да даже не рекламщикам, рекламщики заказы выполняют, они просто креативные ребята сидят там, я знаю, что они курят очень часто, прежде чем создать рекламу, потому что это тоже, как бы, креативный процесс, а их креатива не всегда хватает, особенно когда, вот, они же и души, да, они тоже имеют позыв к чистоте какой-то, их креативность хорошо работала бы, если бы там кто-то, ну, какой-то, ну, как бы, людям бы помогал, а им приходят и говорят, рекламируйте сигареты, рекламируйте вот это вот шампунь, а на следующий же день, там, другой шампунь, эти же ребята, и они понимают, что они глобально людям помочь не могут, их это в депрессию вводит, потому что задача каждой души помогать людям, самой стать счастливым, счастье поделись с другим, да, как песня приходится, это естественно и нормально для всех нас, и вот этого, когда не происходит, душа впадает в депрессию, ну, ты чего депрессуна, просто миссию свою не выполняешь, и приходят к ним рекламщики, платят им деньги, говорят, крутой креатив создайте, и они, чтобы план подержать, они вынуждены какие-то там допинги принимать, я не говорю про всех, но я просто работала с такими ребятами, я это знаю, вот, я сама была такую, 300 лет тому назад, было дело, так вот, друзья мои, то есть я эту подноготную знаю изнутри, поэтому не позволяйте, пожалуйста, за вас решать, как вам жить, что вам делать, куда вам тратить деньги, что приобретать и так далее, включите свои мозги, посмотрите на жизнь, пожалуйста, объективно, с высоты птичьего полета, вы не зайчики, вы орлы, расправьте свои крылья, посмотрите, какая эта жизнь интересная, прекрасная, и все мы умрем, это нормально, у каждого свой срок, за этот срок нужно уложиться, сделать то, зачем вы тут родились, вот что важно, вот что важно, не думать о том, что скорость смерти, не успею купить телевизор, новый, с какой-то там диагональю, а он такой выпуклый, и так смотришь, садишься, как реально, как будто на Мальдиву, да блин, съезди на Мальдиву тогда уже, если тебе так нравится, потому что мы путешествуем, мы расширяем свое сознание, вот, и это важно понимать, важно понимать, куда надо инвестировать свои деньги, ну, не ведите себя на поводу этой рекламы, ну, у нас после ремонта телевизор до сих пор не повесили, ну, что как-то живем, дочка играет постоянно, какие-то эти истории, а так включишь мультики, или слит ребенок, сейчас до детского сада начинается зомбежка, понимаете, ну, превратились в роботов, и это происходит повсеместно, везде, друзья, и скажите, пожалуйста, война не спасение в этой ситуации, а все сейчас начали думать о смысле жизни, а мужчины, которые боятся и кричат в военкомате, что они не хотят идти, умирать, почему они не хотят? Потому что они понимают, что, как сказать, что они так живут, что им не ради чего жить, умирать не хочется, а жить не ради чего, те, кому есть ради чего жить, они идут смело, потому что они такую опору чувствуют, я, кстати, больше вам скажу, таких людей пуля огибает, не поверить, проверьте, спорим, не пойдете проверять, просто поверьте, позитивное знание, но полезное, если ты мощный, если ты сильный, если ты знаешь, зачем ты родился, и ты выполняешь определенные шаги, для того, чтобы реализовать свою цель рождения, то пока ты ее не реализуешь, тебя Господь будет защищать сама лично, ну, ты его не увидишь, как бы, но, как бы, и то, что ты его не видишь, ты не знаешь, что ты его нет, потому что любовь тоже не видишь обычными глазами, но знаешь, что она есть, это как бы вещи уже из непроявленных, тут как бы доказывать никому ничего не надо, кто верит, кто не верит, но, знаете, для меня все-таки это не вопрос веры, это вопрос опыта и мироощущения, вера приходит позже, с практикой, с взаимоотношением, когда ты уже пытаешься, да, как бы, чаще контактировать с высшими силами, уже приходит больше веры, а сначала-то веры нет, сначала есть такой просто позитивный настрой, ну, ладно, пускай, допустим, Бог есть, ну, попробуем, ну, допустим, ну, буду молиться, каждый день по чуть-чуть, проверим, я пока ничего, вот я писаю говорю, я ничего пока не чувствую, не знаю, то есть, эти молитвы, мне ничего не понятно, я просто, во-первых, доверяю тому учителю, который реально мне помог в жизни, реально, так понял, мою семью, да, у меня такой опыт, что мой учитель, он мне доказал, что он авторитет, он может быть авторитетом, для меня он авторитет, и он говорит, что Бог есть, и надо молиться ему каждый день, и я беру молитву, молюсь каждый день, я не знаю сама, что Бог есть, я не верю ни в молитву, ни в Бога, но я каждый день сажусь, и я каждый день молюсь, потому что я верю в своего учителя, и через него, как через старшего, мне приходит ощущение Бога, понимаете, внутри, и это нормально, кто-нибудь скажет, у нее Бога, ощущение Бога внутри, какой кошмар, наверное, она того совсем, ну, что-то шизофреничка, что ли, у меня просто тоже, все отличные опыты, родственники, родственники у меня, с этой травы уже, она на меня так смотрит, много, как-то не странно, ну, как бы так, косо смотрит, это нормально, это нормально, что люди на тебя так смотрят, и это нормально, что Бог есть, и ты его можешь чувствовать, это тоже нормально, у каждого вообще своя картина мира, свои нормы, и самое главное, чтобы мы из тех норм, в которых мы находимся сейчас, всегда росли выше, 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 не останавливались на одном уровне, а развивались, потому что, допустим, то, что для нее норма, в одном, для меня, допустим, непонятно, в другом, потому что она в этом плане, куча меня прокачена, там, может, в чем-то материальном, может, там, она считает лучше, чем я, может быть, там, она, не знаю, там, качается лучше, или, может быть, у нее самооценка лучше, чем у меня, и в этом плане я могу у нее поучиться, а в плане, там, духовных вещей, она могла бы поучиться у меня, Главное, чтобы человек себе не ставил стопор, типа, не, не, не. Всегда надо быть в сознании ученика, учиться, развиваться. И для вас со временем будет нормой вот такая вот вещь, как чувствовать Бога в сердце. Это нормально вообще. Бог в сердце – это нормально, потому что изначально так и должно быть. Просто мы его тут все потеряли, потому что мы подменили его на что-то другое. Для нас комфорт стал Богом. О, комфорт. Вокруг там себя пышная-то мебель, не мужчина, а зайчик у тебя по дому ходит. Такое слово грубого тебе не скажет. Это иллюзия все, ерунда. Мы должны радоваться испытаниям, мы должны радоваться трудностям. Да, это стресс, но стресс нас заставляет развиваться. Мы без стресса не развиваемся. Серьезно. Уровень кортизола зашкаливает. Ложитесь раньше спать, пейте больше горячей водички. Все остальное вас развивает, мои хорошие. Поэтому, пожалуйста, примите то, что сейчас происходит, как милость Бога. И примите факт смерти так же, как вы принимаете факт рождения. Просто скажите себе, что да, я знаю, что все умрут, и я умру. И все мои родные и близкие, даже дети. Как бы больно для эго это не звучало. Это эго, оно иллюзорное. Есть истинное эго. И ему нормально, когда ты так говоришь, потому что ты осознаешься душой вечной. А вечную душу убить нельзя. Не хочется расставаться с телом, да? А и не надо с ним расставаться. Задействуйте его в своей миссии. Узнайте свою миссию, поймите ее, осознайте. Используйте тело для достижения миссии. И ваше тело будет беречь Бог. Ваше тело, ваших друзей, ваших близких. Те, кому вы это расскажете, это знание. Что ты душа, и ты получил это тело, чтобы... Я не хочу... А, прикольно. Ты душа, и ты здесь родился, получил это тело. Потому что у тебя, как у души, есть крутое желание. Ты хочешь для этого мира что-то сделать. Ты хочешь и для себя, ну, что-то, какой-то вкус, опыт получить. Что-то, какое-то желание реализовать. И ты хочешь и мир улучшить. Может, это будет связано с духовным. Может, еще с чем-то. Очень важно с духовным связать. Потому что ты душа. Не свяжешься с собой, со своими вибрациями. Будет провал, какая-нибудь война. Ничего хорошего не принесешь в мир. Принесешь кучу гаджетов, атомное оружие и так далее. Поэтому связывай свою, пожалуйста, миссию со служением Богу. Если ты хочешь просто путешествовать, свяжи это с Богом, посещай храм. Рассказывай людям о своих путешествиях. Пиши книги. Узнай свою миссию. Я помогаю в этом. Уже сказала как. Есть два видео. Моя тень и пирамида Дилса. Ты благодаря им узнаешь о своей миссии. Благодаря личным консультациям с собой, со мной. Ты узнаешь через астрологию, через Маккарты тоже о своей миссии. Я тебя поддержу. Своей энергией, своим вдохновением. Потому что я свою миссию раскрыла. И я летаю. Я встаю в 4.30. Иногда, когда там, ну, бывает период более такой тяжелый. В 5, ну, в 6. И это делаю каждый день. Для меня 6 уже поздно. Я ничего толком не успеваю. 6 реально поздно. Надо до восхода солнца встать. Это биорит. Природа. Это абсолютно нормально. Не было электричества. Все таки вставали. По солнышку. И спать ложились все. Когда темнело. А сейчас электричество. Понимаете? То есть, очень важно видеть Бога везде. Видеть его заботу, проявление. Да. Вот эти вот. А мы сами себе враги. Мы сами себя убиваем. Мы каждый день фуду едим. Мы каждый день смотрим телевизор. У нас лимфа застаивается. У нас онкология растет. И позвоночник ведет. Мы не ходим. Не двигаемся. Мы сами себя убиваем. И спим дольше положенного. Или наоборот, кто-то меньше положенного спит. И про питание сказала, что попало едим. Мы уже давно стали вместилищем, извините меня, всяких шлаков. В чем-то даже глистов. И неправильно микробиоты, микрофлоры. А это влияет и на наше сознание. Мы потребители рекламы. Потребители неблагостной еды. Невежественной. Мы не стремимся к знаниям. Мы забыли про Бога. Мы в церковь ходим, ставим какую-то свечку. Непонятно вообще. Нет осознанности в этом процессе. Что-то надеемся. У меня моя родственница сказала, что вот есть батюшка. Вот он пускай занимается моей душой. У меня свои дела. Все. Это просто треша, друзья. Врач будет заниматься моим телом. Батюшка моей душой. А я пойду там деньги зарабатываю, чтобы купить вредную какую-нибудь колбасу. Съесть ее и в работу подкинуть побольше врачу. Потому что колбасу потом ее же как-то вылечить надо. Она же где-то у тебя вылезет эта колбаса в каком-то месте в твоем теле. И влечи ее потом. Там же столько добавок, которые здоровье тебе точно не принесут. Язык порадуешь. И все. Служишь язык. Служители языка. Служители чувств. Вот что грустно. Вот что больно. И батюшки, батюшки. Потому что батюшкой надо будет замолить грехи. Потому что мы едим, убивают животных. И мы сильно-сильно злоупотребляем. Сильно злоупотребляем. Шрезмерно. Если ты считаешь, что тебе это необходимо, делай это раз в неделю. Мне надо каждый день очень много. Это же кровопролитие. Это тоже убийство. Посмотрите, животные, они сильно похожи на людей. Глаза, нервная система. Очень сильно похожи. Они даже опыты ставят. Как на людях. Потому что, в смысле, свиньи, крысы, они похожи в строение тела, как у людей. И они проводят испытания любых лекарств или еще чего-то на этих животных. Чтобы потом выводы делать для людей. То есть на пользу людям. То есть мы так с ними похожи. Мы их эксплуатируем. Мы пластиком загрязняем всю планету. И это грех. Это плохо. Потом последствия душа от этого страдают, деградируют. Потом, конечно, все боятся смерти. Потому что чувствуют, что после смерти, при такой вот жизни, тебя будут наказывать за это. За все спросят. За каждую душу, которую тебе пришлось съесть. При том, что раньше люди убивали как-то с Богом. Ну, там, ну, просили прощения у Бога. Или что ли, молились. Что-то такое. Сейчас просто вот, просто потребление, потребление. Без всяких там богов уже. Просто вот мясо, мясо, мясо. Ну, родишься ты тигром, львом. А там что, хорошая жизнь, что ли? Придет другой тигр, когда ты состаришься. Съест твоих маленьких тигрят. Заберет твою жену, тигрицу или невисту. И тебя побьет и выберет. Вот веселое. Интересно быть тигром. Это, когда ты молодой, тигр красавец. А потом ты чего? Вот, поэтому это время для того, чтобы мы задумались и стали осознанными. Единственное спасение – это начать реализовывать свою миссию, использовать тело для реализации миссии, заниматься вопросами души. Вот рекомендации сегодняшнего дня, да, и вот этой всей ситуации. Вот для чего это делается. Господь будет защищать каждого, кто хочет в этом мире реализовать свою миссию. Не чужую, а свою. Именно свою. Будете развивать чужую – это тоже грех. Лучше заниматься. Лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Это в Священных Писаниях говорится. И, конечно же, нужно обратить данное внимание. Вот. Надь, я тебе что-то… Я тут прямо разошлась. Надюш, скажи, пожалуйста. Я тебе что-то хотела спросить. И забыла, что много сказала. Не помню. Что-то там хотела спросить тебя. Про тень, по-моему, да? Как ты тень, когда сама пошла. У нас прямо на эфире что-то было. У тебя был такой, ну, вау-эффект, что, о, ничего себе, да, какая я? То есть было такое ощущение, что ты вот познакомилась с новой собою. Поделишься или ты там пока просто слушаешь, не можешь говорить? Там у нас такое бывает. Очень хочется, конечно, мне общаться, чтобы общение было живым. Но, к сожалению… Ну, а почему к сожалению? Нормально, к радости, к счастью. У всех свои дела тоже прекрасно. Ну, просто мне нравится общаться. Я не всегда могу. Ну, ничего. Может, в комментариях что-нибудь напишите? Я хочу завершать эфир. Надюш, Лена нас покинула. Запись выложу в общий доступ. Будет запись. Для тех, кто со мной еще не работал, да, на курсах не был, но заинтересовался, ссылку на телеграм-канал оставляю внизу. Там вы можете писать и в комментариях. Там вы можете писать в личку, да, и быть со мной на связи. Еще раз напомню, что… Нет, пропустил. Сейчас так много было интересного. Я скину видео. Вот, послушаешь. И провожу эфиры, провожу эфиры, поддерживающие. Сколько буду я их проводить, не знаю, но у меня очень большое желание постоянно их проводить и давать людям поддержку. Приглашайте родственников на эфиры. Будут записи, буду все выкладывать на YouTube, да, буду все ссылочки скидывать. Потому что сейчас нужна людям поддержка, людям нужна опора, да, и люди должны знать, что делать. Да, коротко подытожим, да, весь наш разговор сегодня. Цель данного периода не запугает нас, да, там все разрушит и так далее. Цель такая, что заставит нас стать осознанными, задуматься. Понять, что я душа, и мне это тело при рождении дали для того, чтобы я реализовал свою миссию. Реализовываешь свою миссию, твое тело ценно для этого мира, тебя его не лишат до того момента, пока ты ее не выполнишь. Тебя сам Господь будет защищать. Если ты свою миссию не выполняешь, если ты игнорируешь, остаешься потребителем, идешь на поводу у рекламы, да, выполняешь чужие планы, чужие программы, забыл себя, к себе не возвращаешься, тебя это тело могут забрать, да, с большей долей вероятности. Или оно будет сильно страдать до тех пор, пока ты все-таки не включишься, вот. Но счастья не видать, понимаете, ни в этом мире, ни в следующем, пока вот ты сомневаешься, не делаешь эти шаги по раскрытию и реализации своей миссии, вот. А, вот что я, Лена, тебя спрошу. Когда ты прошла работу с тенью самостоятельно, еще до встречи со мной, ну, до консультации, да, какой был эффект, когда ты поработала с тенью? Эффект, я что-то уже забыла. Это когда ты писала, вот, столбик, какая я, да, и мне это нравится, какая я, мне это не нравится, помнишь, это упражнение? Было у тебя ощущение, ну, знакомство с собой, что-то новое вот себе открыло, вау, какой эффект. Я сейчас многие вот эти свои, скажем так, как я считала, недостатки, считаю, что это не недостатки, а вот как мы с тобой проговорили, что это мои какие-то там удостоинства, я даже там стала себя хвалить, там, как-то даже вот сама с собой какой-то диалог вести и говорить там, вот я там молодец, что это сделала, а это вот, ну, ничего страшного там. Ну, то есть, как-то я стала к себе более чутко относиться, более стала себя слышать. Прекрасно. Изменилась в лучшую сторону, да. Конечно, не всё, но, ну, прям хороший эффект. Вот, я иногда захожу, ну, открываю то, что мы с тобой прописывали, вот, и прочитываю, чтобы себе, ну, в голове напомнить. Ну, и там вот то, что ты мне говорила, рекомендации, я ещё как бы не все сделала. Я себе напоминаю, что нужно вот это, вот это, как бы ещё в процессе. Но то, что можно было сразу принять и над чем работать, это уже всё, как бы, идёт. Прекрасно. Ты большая умница, я очень рада, что у тебя такая работа хорошая. Ну, скажи, был эффект такой, что ты познакомилась с новой собой, как понравилась тебе новая? Ну, да. Я не стала себя, как раньше, ну, или только ты хорошая, или ты плохая. А как-то стала относиться к себе в том плане, что какая я есть, я такая и ценная. Вот, вот. Самоценность так дела, да. Я делаю фото, да, что делаю на пять, а вот если я делаю на четыре, значит, я уже плохая или не ценная. То есть я ценная в любом случае, какая я есть. Ой, супер, у меня прям аж мурашки побежали. Я ценная в любом случае, какая я есть. Все, пожалуйста, запишите эту фразу себе где-нибудь на сердце, что я ценная в любом случае, какая я есть. Это я, душа. Мы все с вами души, мы ценны в любом случае, какие мы есть. Вот к чему мы должны идти. Не теряться в этих стереотипах, навязанных рекламой, фильмами и так далее. Вот, все, слеза пошла у меня. Пора заезжать в пир. Мои хорошие, очень рада была вас слышать, видеть, Наденька, и тебя, Алиночка, и тебя, мои хорошие. Спасибо вам большое. Не теряйтесь, да, старайтесь присутствовать или смотреть видеозаписи, потому что это общение, да, которое я транслирую, оно напитывающее. То есть я тут, ну, прям так делюсь, я прям чувствую, что у меня тут чуть ли стены не вибрируют. То есть принимайте, это будет, ну, мы будем друг друга таким образом поддерживать и напитывать, и наполнять. Это наш такой с вами обмен, понимаете? Вот. Поэтому мы в этом с вами найдем поддержку, не будем унывать, потому что, когда мы сплочаемся все вместе в панике и страхе, и планета просто проваливается. А когда мы сплочаемся с вами в каких-то вот таких позитивных, да, осознанных вещах и разговорах, сам Бог тут уже проявляет себя и бережет таких, как мы с вами, и ради таких, как мы с вами, вот громкие, да, слова, почему бы и нет, ради таких, как мы с вами, людей, которые вспоминают, что они души, и хотят сами, да, спастись, и других спасти, и Бога вспоминают, да, и поворачиваются к нему лицом, они пятая точка. Ради таких людей Господь бережет даже целую планету. Он ее так, конечно, бережет, но когда он видит, что люди сами себя разрушают, он просто, ну, грустно на все это смотрит. А когда он видит, что есть люди, которые сплочаются и поднимают, да, энергию вверх, выше, сознание свое поднимают, помогают друг другу, открывают двери. Я вот вчера провела, вот, долгий перерыв был у нас, чуть больше года, у нас был ремонт. Я впервые вчера открыла двери, да, в связи с ситуацией, поняла, что все, время пришло, ладно, уже Бог с ними, недоделанные стены где-то. Все, я стала приглашать женщин с детьми, мы поддерживаем, осуществляем поддержку. И вот ради таких проектов, ради таких людей, которые миссию свою выполняют, Господь бережет всю планету, да, и поддерживает силы добра. Поэтому давайте объединяться, подумайте, что вы могли бы сделать, да, для себя в первую очередь, потому что мы должны сами окрепно, да, встать на ноги. А потом, что еще, может быть, объединиться с кем-то, ко мне там приходить, да, в гости. Вот, а потом вы вдохновитесь, может, у вас будет уже ресурс, через какое-то время вы и сами сможете откроть уже свои какие-то двери, да, для вот таких вот встреч. Или мы, может быть, снимем помещение где-то, если будет нас много, да, женщин с детьми, например, ну, это с моей миссией связано. Мы будем приглашать, да, и проводить там программы, и помогать, да, это организовывать все. Вот, в общем, вот такой посыл дня у меня на сегодня. Всех подсобнимаю. Желаю хорошего дня. Вот, мои хорошие. Ну, все, счастливо. Всем пока.